МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если исключить из книги множество лживых или смешных анекдотов, если не принимать во внимание враждебность, переполняющую эту книгу, то нам откроется заветная мысль автора, которую можно сформулировать следующим образом. Отношение императора к стране и страны к императору – такого свойства, что оскорбляют все законы, божеские и человеческие. Это суждение графа Сергея Семеновича Уварова, министра народного просвещения. Я убежден, что книга господина Декюстина не причинит России серьезного вреда и даже, напротив, принесет ей пользу. Да и сам господин Декюстин кажется того же мнения, ибо он утверждает, что провидение уготовило русскому народу, которое оно столько веков оставляло в резерве, славное будущее. А это мнение немецкого писателя Карла Августа Фарнхагена фон Зея. И это все о нем, о маркизе Декюстине и о его книге «Россия в 1839 году». Действительно, страсти по Кюстину разгорелись нешуточные. Причем с самого момента выхода России в 1839 году, я имею в виду книгу «В свет». Да и не утихают эти страсти буквально по сей день. Так кто он такой, этот маркиз? И что такого он написал, чтобы так страдать из-за этого? Попробуем разобраться с помощью наших экспертов. В студии «Стариады» от Оле Таньшина и Станислава Бышева. Здравствуйте. 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 Маркиз Декюстин. Главный эксперт по России. А может начнем как-то к какому-то моменту ближе к нашим дням? Я про страсти. А потом поймем, что же было, да, и как вся эта история развивалась. Ну, такой сделаем флешбек. Мне кажется, даже это очень правильно, сделать заход из сегодняшнего дня. И здесь можно привести, вот вы приводили прекрасные вот эти цитаты, причем очень разные, да, потому что из Кюстина можно, как из Библии, надергать цитаты на любую тему. Ну, я два полюса, да, для начала просто. И обозначить все, что угодно. Вот у нас даже выставка, которая вот эта передвижническая такая, «Россия, моя история», да, как она называлась, там же сплошь цитаты из Кюстина. Таньшина Наталья Петровна окончила Коломенский педагогический институт, доктор исторических наук. Профессор кафедры всеобщей истории Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Профессор кафедры новой и новейшей истории стран Европы и Америки Московского педагогического государственного университета. Автор более двухсот научных работ, в том числе «Русофилы и русофобы. Приключения французов в Николаевской России». Наполеоновская легенда во Франции в годы июльской монархии. Ну, вот мне кажется, очень интересной фразой еще одного человека из XX века. Это знаменитый американский дипломат, советолог, который был советником посольства американского в Советском Союзе, который был один год, ну или даже несколько месяцев, в 52-м году послом Америки в Советском Союзе, и который потом уже в 70-м году опубликовал книгу, которая как раз посвящена Астольфу де Кюстину и его путешествию. И вот он как раз сказал так, что книга Кюстина была несправедлива в тот момент, когда она вышла, но она стала правдивой спустя 100 лет. То есть вот по его мнению, книга Кюстина, она прекрасно иллюстрирует как раз тот характер отношений международных и взгляд на Россию, который сложился уже в XX веке, а особенно как раз после Второй мировой войны окончаний, потому что Джордж Киннон, это же не просто дипломат, вот, это тот самый автор доктрины сдерживания и длинной телеграммы, которую он отправил из Кремля, в который как раз говорит о том, что российская внешняя политика, будь то царская, императорская или советская, это экспансия, это поток, который нужно остановить. А это же как раз одна из основных идей маркиста де Кюстина. Остановить поток, сдерживание империи, это кистиновская мысль? Это мысль еще со времен Герберштейна. Да, конечно. Или Руссо, да. Ну, Кистина, это вот как бы, да, лейтмотив. Да, нация рабов, которые сами находятся в подавленном, в приниженном, в забитом состоянии, исходя из этого, у них вот такая вот жестокость и стремление к агрессии. Кстати, именно же в это время один из американских тоже политологов создаст концепцию о русском национальном характере, пеленочный детерминизм. Дескать, русских так туго пеленали в владенчестве, что у них, поэтому, такая необузданная страсть и агрессия. Зато очень такое русское выражение «глаз» — это тоже такая одна из положительных сторон вот этого самого пеленания. Бышок Станислав Олегович. Окончил Московский государственный университет имени Ломоносова, факультет психологии. Кандидат политических наук. Исполнительный директор Международной мониторинговой организации «СИСЭМО». Эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия». Исследователь евроскептицизма и европейских национализмов. Автор и соавтор книг и экспертных докладов по современной российской и европейской политике. В том числе цивилизационная идентичность России, взгляд правых евроскептиков, образ России в риторике евроскептиков Скандинавии, альтернатива для Европы, образы России у правых евроскептиков. Всех россиян мы не можем каким-то образом посчитать. Но если взять два полюса, два полюса этих отношений, то это первое. Вы все врете, вы нас очерняете, и на самом деле у нас все более-менее хорошо, более-менее как у вас, то есть это такая вот нормализация. То есть у нас все нормально, то есть как у вас, а вы нас очерняете. А второй полюс – это такой, ну если угодно, культурно-исторический. То есть на самом деле да, у нас все по-другому, но просто мы другая цивилизация, и на самом деле мы даже в какой-то степени лучше вас, просто вы нас чужим аршином меряете. И мне кажется, между этими полюсами, что в 19 веке, что в 20, что тем более в 21, мы и вот таким вот образом двигаемся. То есть с одной стороны вроде как нас очерняют, а с другой стороны нет, у нас тоже есть и демократия, только она у нас какая-то другая особая. У нас есть особая культура. Наша культура европейская, но не такая, как у вас, а может быть даже более глубокая, потому что мы какие-то свои европейские или христианские черты сохранили, которые вы постепенно теряете. То есть вот она такая диалектика, если угодно, вот этих двух полюсов, мне кажется, она присутствует до сих пор. Безусловно, да, как бы основные стратегии прочтения, да, они мало изменились. Ну, она оказалась действительно востребованной именно в 20 веке и именно после окончания Холодной войны. И это даже можно проследить по переизданиям этой книги. А вот интересно, а где она была востребована? Это уже в новом свете, я имею в виду? Это уже американская модель прочтения Кистины? Ну, знаете, интересно, что вот как раз в Америке она будет опубликована в 1951 году, ну, в очередной раз, потому что, да, в 1951 году, потому что первые-то издания, они появились уже сразу после публикации книги Кистины на разных языках. Но вот как раз в 1951 году, интересной публикации, в Москве работали американские дипломаты супруги Коллер. И вот как раз Филлис Коллер, она купила книгу Кистины на русском языке, которая букинистическая была, издание 1930 года в Советском Союзе. Вот с сильных политкатаржан. С сильными купюрами, по-моему. Да, 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 очень такая с купюрами. И она, видимо, впервые узнала об этой книге, потому что нам-то кажется, что вот весь мир носится с Кистиным, но далеко не так. И она ее прочла, и возгорелась вот такой идеей опубликовать ее в Америке. Потому что она, когда читала, говорит, так это же вот, это же про нашу жизнь, это же про современную Россию. И она как раз об этом рассказала Бедалу Смиту, а это разведчик, ЦРУ, это посол как раз в эти же годы, в 1946-1948 годах Америки, Соединенных Штатов, России. И вот он как раз и предложил, говорит, да, вот ее можно перевести. Она как раз выступила переводчиком. Смит напишет предисловие, где будет говорить о том, что вот эта вот книга, она показывает, что Россия современная, она отнюдь не меняется. И вот под этой личиной Советского Союза скрывается все та же Россия, описанная маркизом до Кистином. Но тут, что интересно, тут сразу проглядывает, что то, что Кистин написал, это не какая-то реальная история, а вот некий миф. И даже как вот Смит описывает, он пишет, что вот Кистин написал о России еще до Пушкина, до Чехова, до Чайковского, но Александр Сергеевич Пушкин погиб вообще-то за два года до визита Кюстины в Россию. А для них это как бы, ну, неважно. Или потом, например, уже другой историк, Даниэль Бурстин, знаменитый американский историк, прогрессист, уже в предисловии к 89-му году, пишет о том, что вот Кюстина рассказывает о тысячелетии христианской церкви на Руси, ну, потому что понятно, то, что Россия приняла, Русь приняла православие, для них это такой некий водораздел. И, кроме того, о тысячелетии монгольского ига. То есть вот для них монгольская ига длилась тысячи лет, и это пишет историк. И поэтому они так и пишут, что вот русские живут до сих пор со знанием вот об этом тысячелетнем монгольском иге, в варварстве, деспотизме, самодержавии, спаянном с религией, в то время, как мы вот живем с памятью о великой хартии вольностей, били о правах, конституциях. Ну, это больше о них, чем о нас, понятно. Вот, ну, получается, что фултонская речь и маркизу и Кюстина, да, какие-то столполагающие документы холодной войны, ну, идеологические документы, как ни смешно. Более того, очень интересно, вы затронули фултонскую речь. Фултонская речь. Выступление Уинстона Черчилля, состоявшееся 5 марта 1946 года в американском городе Фултон. В речи политик констатировал, что США находится на вершине мировой силы, назвал Советский Союз причиной международных трудностей, предупредил об опасности коммунизма и упомянул словосочетание «железный занавес». Речь Черчилля считается началом холодной войны. Ее это писал не сам Черчилль, ее писал интересный человек по имени Николас Куденхове Калерге. И этот человек, о котором можно говорить бесконечно, ну, достаточно сказать, что это создатель организации, которая называлась Пан-Европейский Союз, и которая служила прототипом, даже ее символикой, у них даже был гимн «Одак радости» Бетховена, да. И эта организация, причем, она была создана буквально сразу после окончания еще Первой мировой войны. И этот Куденхове Калерге издал в начале 20-х годов такой манифест, который называется «Пан-Европа», и где значительная часть посвящена как раз отношению вот этой объединяющейся по мысли Куденхове Калерге Европе как раз к Соединенным Штатам, как к одному полюсу Нового Мира, и к Советской России. И те главы, те страницы, которые посвящены отношению вот этой будущей Европы к Советской России, они, во-первых, до боли напоминают в том числе и кустиновские тексты. И там есть такой интересный момент, который как раз мы уже обсуждаем, что вот идея о том, насколько русские и тотально-монгольская ига, насколько это одно и то же, или все-таки это какие-то два компонента, которые между собой сражаются. И там в Куденхове Калерге сказано, что на самом деле, какой бы ни была Россия, была она Московья, была она Российской империей, или сейчас Советским государством, ее отношение к Европе, по отношению к Европе всегда было одним и тем же. То есть это попытка завоевать, это попытка каким-то образом поглотить, и это попытка каким-то образом утвердить себя за счет этой Европы. И в данном случае интересно, что вот эти идеи, с которыми выходил еще в 20-е годы Куденхове Калерге, ими на какой-то момент времени в 20-е годы даже заинтересовался никто иной, как Бенито Муссолини, глава Италии. Потому что в тот период, до поднятия Третьего Рейха, в принципе, скажем так, у Муссолини были идеи о том, чтобы объединить Европу или Западную Европу под, скажем так, предварительством Италии, сделать такой союз национальных, националистических государств. И как раз идея Пан Европы и Куденхове Калерге, она в принципе более-менее была схожа вот с этими тезисами Муссолини. Но потом это не сложилось, потом эту организацию запретили в Германии и в Австрии. Ну и, соответственно, после войны буквально сразу же... Ну и свой план вообще-то, да? Новая Европа. Совершенно верно. За альпийский план. Именно. Но более того, кстати, у Куденхове Калерге и у его коллег в начальные годы Третьего Рейха были некоторые надежды на то, что можно будет националистическим каким-то образом сделать более цивилизованным и, скажем так, более объединительным таким, а не экспансионистским. Но этого не случилось. Это невероятные иллюзии, конечно. Да, но тем не менее даже некоторые члены, как мы сейчас сказали, бизнеса общества немецкого, в общем-то, они были в том числе членами вот этой организации в какое-то время. То есть это даже не идеология, а идеология, которая основана на мифологии, мифотворчестве. То есть как Кюстин создал свой такой большой миф о России, так и потом восприятие России вот через этот миф и формировалось. И поэтому даже тот же, например, Бжезинский, Збигнев, Бжезинский, знаменитый американский политик, советолог, он же тоже говорил, что ни один советолог еще не сказал лучше того, что сказал Кюстин о России. Поэтому он сказал, что если вы хотите узнать Россию и Америку, почитайте вот всего две книги. Астольфа де Кюстина России в 1939 году и Алексиса де Токвеля о демократии в Америке. И, кстати, книгу Кюстина переводили или вот перепубликации новые делали как раз в моменты таких вот кризисных каких-то отношений. То есть «Холодная война», я, кстати, во Франции в 1946 году эта книга быстренько была вновь опубликована. А вот что-то известно, кто ее переиздал, кто инициировал это переиздание? Я так не помню. То есть вы не занимаетесь? Это очень интересный сюжет. «Леану Велли Ди Сью» издавали эту книгу, да. А вот «Американцы» как раз в 1951 год. Потом в 1987-1989 опять-таки «Перестройка». Но Дэниел Бурстин пишет, что да, вот хотя бы гласность, как тогда все это произносилось, но несмотря на эту гласность, Россия осталась та же. И вот даже это уже постсоветское вроде бы общество, оно все равно точно такое же, каким его описал маркиз Докюстин, поэтому обольщаться не стоит. Нет, почему я спросил про 1946 год, да, потому что стремительно растущее влияние коммунистической партии, что в Италии, что во Франции, да, очень сложный политический компромисс послевоенный. И здесь, конечно, красная опасность, да, и вот находят противоядие в виде Докюстина. Возможно, я только предполагаю. Но очень интересная спросить, какие у нас находки очень интересные. Да, вот уже выявились в беседе. А смотрите, такой вопрос, значит, если думают, да, о европейском каком-то единственном, не единственном каком-то европейском плане и так далее, да, противопоставляя это России, имперской, красной и так далее, а что думают про Европу? Вот Докюстин как-то пишет что-то про Европу? Что такое Европа? Докюстин, он же много вообще писал, он много путешествовал. Вот, и для него как бы путешествие, это и был главный жанр его творчества. Он прославился своими рассказами и описаниями путешествий, которые ему давались лучше всего. И он же даже говорил, что у меня вот такой прекрасный образ жизни, потому что я путешествую, я познаю мир. И он как раз говорил, вот, вар пурсавар, видеть, чтобы знать. Ну, на самом деле, как раз, мне кажется, это не тот случай вот в отношении России, потому что тут он, на мой взгляд, уже ехал вполне или приплыл с вполне имевшимся уже в голове каким-то набором представлений, мифов, шифров о России, которые не случайно князь Ягинский... Вот, пожалуйста, поподробнее. А откуда они у него взялись? И это что было? Какое-то заказное путешествие? Нет. Каковы были мотивации его, да, приезда в Россию? И где он набрался вот этих вот, скажем, зачаточных представлений о России? Уже написал свою книгу Алексис де Токвиль, по крайней мере, первый том уже вышел. И она же имела грандиозный успех. Алексис де Токвиль. Французский политический мыслитель, публицист и государственный деятель. Министр иностранных дел Франции. Широкую известность получил как автор историко-политического трактата «Демократия в Америке». Из содержания труда следовало, что будущее принадлежит двум державам – Соединённым Штатам и России. Книга многократно переиздавалась и была переведена на несколько иностранных языков. Ну, это не доказано, но вполне возможно, что он хотел тоже повторить успех Алексиса де Токвиля. Тем более тот же пишет о великом будущем тоже и Америке, и России, правда, противопоставляя их. Ну и третья версия, она вполне документирована, что он отправился хлопотать за своего такого сердечного друга, поляка Игнатия Гровского, который был вовлечён в польское восстание 1830-1831 годов, и вот проживал в его доме, и якобы вот за него хлопотать поехал Кюстин. И то, что у него как раз не получилось, во многом, как отмечает тот же Кеннон, объясняет вот эту желчность этой книги. Кроме того, я думаю, что здесь нужно сказать, что любой человек, который читает де Кюстина, он видит, что на самом деле де Кюстин, когда говорит о славянах, он с большой симпатией говорит о славянах. Почему? Одна из причин – это бытовавшая как раз в 30-е, 40-е, 50-е годы XIX века идея о том, что русские или великороссы – это не славяне. Я к тому, это про ордынское иго. Совершенно верно. А вот поляки – это как раз-таки вот такие настоящие славяне, которые являются в какой-то степени щитом Западной Европы против русских. И действительно, когда говорят про ордынское иго, это и у де Кюстина прослеживается, это прослеживается потом в XX веке у консервативных революционеров, в том числе, например, у Освальда Шпенглера, и, кстати, в некоторых таких довоенных текстах идеологов Третьего рейха такая вот тенденция смешения, скажем так, к жертвы и насильника. То есть, если изначально пишут, например, тот же Освальд Шпенглер о том, что вот была русская культура, был русский народ европейский, который, к сожалению, из-за монголо-татарского иго потерял какую-то связь с Европой, но вот он зато как-то вновь ее обрел через какое-то время. А вот ближе к 30-м годам появилась даже вторая половина 20-х годов после революции, а и революцию тоже воспринимали как какой-то такой вот бунт нерусского элемента, бунт цветных, как это тогда называло, против европейской русской культуры. А вот после того, как Крайанская война кончилась, и большевизм, как считалось, надолго утвердился в бывшей Российской империи, и вроде как уже и восстания какие-то не идут, и вроде как даже стали они проводить электрификацию, модернизацию и все прочее, появилась некоторая идея, которая смешивает и говорит о том, что на самом деле это может быть большевизм не был чужд русским, и может быть сами по себе русские и монголы это что-то такое единое, и на самом деле самая по себе большевистская революция это не была антирусская революция, а наоборот это как раз-таки настоящий такой, как бы сейчас сказали, глубинный русский народ, он прорвался от этих наслоений европейских, германских, и вот стал ближе к самому себе, и это вот возвращение русских к самим себе, тоже ведь оно по-разному трактовалось, скажем, нацистами особенно, начиная там с 30-х годов, это трактовалось как не европейскость, не русскость и расовая нечистота русских. С другой стороны, некоторые авторы как раз-таки говорили, что вот это восточное, причем Восток здесь понимается скорее как Византия, восточная составляющая русских, это как раз-таки что-то, что делает их уникальными и что делает их более аутентичными, чем современная Европа, которая модернизируется и тем самым отрывается от своих корней. Простите, а аутентичными чему? Какой-то европейской идеей или чему, вот Востоку? Европейской идеей, принятой в широком таком, каком-то метафизическом смысле, то есть это не политические такие идеи, да, это скорее идеи философские, что они ближе... Я даже бы сказал европейский миф, но миф не как что-то такое ложное, да, а вот то, что разом объясняет все, какая-то вот матрица, да? А можно тут добавить, что для Кюстина, вот на мой взгляд, для него Россия это даже не Восток, а это Азия. Вот если как раз сравнить его путешествия... Он различал Азию и Восток. То есть Восток, вот Испании, например, когда он писал рассказ о путешествии в Испанию, он восторгается в Испании как раз вот этими восточными мотивами. А Россия, это как раз не Восток, Россия это Азия, Азиатчина, вот в самом таком негативном контексте. И насчет Европы как раз тогда же тоже вот эти все споры идут, да, что такое Россия. Например, вот русский историк Погодин, когда отправился Михаил Петрович Погодин, да, в Париж в 1939 году, он посетил Франсуа Гизо, историка, который написал историю цивилизации в Европе, и он ему там высказал, что вот, а как же так вы Россию выносите за европейскую цивилизацию? Что же мы, по-вашему, не Европа, ну, а вот не Европа, потому что почитаете того же Кюстина, и он что пишет? Сибирь начинается завислой. Причем, опять-таки, вот, как Станислав верно говорил, Сибирь это не географическое тоже, как и Восток, понятие, это такое метафизическое, это какая-то вот такая мифологическая, своя география. А Кюстин, вот что еще важно, почему отметить, поехал в Россию, мы говорили, он же был еще легитимистом, то есть кто такие французские легитимисты? Это сторонники легитимной династии бурбонов, он же из семьи аристократов, причем такой истинный аристократ, красивый, начитанный, образованный. У него отец и дед погибли на гильотине во время террора, мать оказалась в тюрьме, дельфина, потом как раз Шатебриан на него очень большое влияние оказывал, то есть тоже такой аристократический либерализм. Франсуа Рене де Шатебриан, французский писатель и государственный деятель, член французской академии. После падения наполеоновского режима был провозглашен пэром Франции и государственным министром. Работал послом в Риме, Берлине и Лондоне. Был сторонником Франко-Русского Союза в противовес интересам Австрии и Англии. Основоположник романтизма, автор произведений «Атала или любовь двух дикарей в пустыне», «Рене или следствие страстей», «Гений христианства». Когда во Франции установилась династия Луи Филиппа Орлянского, которую как раз легитимисты считали, конечно, тогда и появляется этот термин «легитимизм». Нелегитимный, незаконный. Вот взоры многих легитимистов были устремлены на Россию как, например, правильной власти, как, например, где действует именно такая авторитарная или самодержавная власть, религия, то есть консервативные ценности. И дело троих с Новосоюза для него еще были живы, да, для Кристины? Да. То есть он-таки верил в эту схему какую-то? Ну, он, в принципе, в России имел некий пример для подражания или хотел найти, по его словам... Ну и союзника, да, вот в этом проекте легитимистского? В какой-то степени, да. То есть изначально какие-то посылы были, ну, не жестко отрицательны? Он так пишет, да. Вот если почитать его книгу, то он пишет и так, что я отправился в Россию найти вот этот пример для подражания, но хотя я не склонна ему как-то в этом плане доверять. Мне кажется, что у него уже, судя по тому, что он писал, и, как говорил князь Вятимский, свои выводы Кюстин сделал, едва только сошел на русский берег, и он мог отправляться обратно. Действительно, когда мы читаем Кюстина, то мы понимаем, что, с одной стороны, человек, тем более не знающий языка, за три месяца, что он провел в России, не мог понять, как он там часто пишет, скажем, о образе жизни и образе мыслей русских. Русские мысли так. Ну, как человек... Но на самом деле речь идет о такой тенденции, которая описана, в частности, Эдвардом Саидом в книге «Ориентализм» 70-х годов уже 20-го века. Она посвящена образам Востока, чтобы под этим не подразумевалось, в западных текстах и публицистических, и художественных и так далее. И вот одно из обстоятельств вот этой ориентализма – это такие тенденции делать глобальные выводы о других культурах. То есть внутри Европы, о чем пишет и Де Кюстин, есть много разных точек зрения, много мнений, много партий. Разные народы все по-разному думают, все по-разному говорят. То есть у нас такая цветущая сложность. А вот когда мы выходим за пределы своей культуры, то там мы называем... Это называется эссенциализация. То есть остальные, они более-менее одинаковые. Они более-менее одинаково думают, одеваются, они более-менее... Неважно, какая у них власть, они более-менее занимаются одним и тем же и так далее и тому подобное. То есть это и в контексте ориентализма это говорится о Востоке глобальном, начиная от Ближнего Востока, заканчивая дальним. Ну и в контексте ориентализма, до ориентализма, в контексте Де Кюстина, это как раз-таки взгляд на русских, как на народ, который он за три месяца понял и он уже знает, чего они хотят. Они глобальные, они там 40 или более 40 миллионов, вот они хотят этого, они одеваются так, и они думают о Европе таким образом, думают о своем императоре таким образом и интерпретируют там свою жизнь таким образом. То есть это вот идея, если угодно, такой примитивизации, которая, понятно, для любого, тем более такого публицистического или такого в какой-то степени, наверное, саркастического сочинения, потому что когда читаешь Де Кюстина, порой где-то проскальзывает даже Гоголь какой-то или... А это чувствуется в стиле, да? В французском стиле. Да, и это как раз такой целый жанр, который, ну, кстати, знаете, вот если Де Кюстина был такой двойственный взгляд на Россию, вот некая такая дихотомия, потому что как раз для них это вот некий такой пример для подражания, вот тот самый русский мираж, который был заложен еще просветителями. Вольтер, Дидро ранее, щедрые пансионы Екатерины тоже делали свое дело. А с другой стороны, Россия вот как некий антипод Европы, не просто антипод, а такое антибытие. Причем эта же традиция тоже была заложена во время просвещения, когда формируется взгляд на Россию через вот эту оптику превосходства. То есть тот же Руссо, когда он говорит, что Петр слишком рано начал цивилизовывать русский народ, когда русские были к этому не готовы. Но с другой стороны, Монтескьо, который Монтескьо относился к России, тоже крайне негативно, нет третьего класса, нет вот этого противовеса, контр-власти. А с другой стороны, он говорит о том, что Петр Первый надел европейские одежды европейскому народу. То есть, по его мнению, русские, они были европейским народом, поэтому, в принципе, эти реформы и прижились. Но вот этот вот взгляд на Россию через оптику превосходства, свысока, он же тогда уже был сформирован, и Кюстин, понятно, в этой традиции воспитывался. А тем более 19 век, когда Франция потеряла свое лидирующее положение в Европе, и для французов вот такой вот взгляд свысока на Россию и русских выполнял некую такую компенсаторную функцию. Да, ну и тем более французы, вот как верно Станислав говорил, они же не только по отношению к России вот как-то так презрительно-вазокомерно относились. В принципе, все остальное мир вот за пределами французской цивилизации, вот он не такой, как наш мир. Ну и более того, все-таки здесь ведь для того, чтобы понять, кто вы и как человек, и как культура, и как страна, нужно понять, кем вы не являетесь. Да, и вот исследователь один норвежско-американский Нойман, он в одной из своих книг он написал, что для запада, такого коллективного запада России является конституирующим другим. Вот, то есть и даже если мы чуть-чуть вглубь веков продвинемся, то ведь идеи, скажем, европейского единства, еще высказанные там в 17-18 веках, это были идеи обороны. нас от них была идея, да, то есть мы должны объединиться, во-первых, для того, чтобы свои собственные распри каким-то образом решать внутри себя через какое-то, что мы сейчас называем европейским парламентом, тогда это другие были идеи, и для этого у нас должна быть армия, и для этого мы соответственно понимаем, кто наш враг, то есть от кого мы защищаемся, помимо от наших внутренних распри. То есть это были османы, а потом с Северной войной, наверное, с Ливонской войной уже вот на эту карту еще и Московия набрасывается, и таким образом понятно, что если вы от этой культуры, от этой страны, от этого народа защищаетесь, то, наверное, что-то с ним не так, то есть он не может быть таким же, как вы, потому что, ну, вот вы уже объединились, и поэтому, когда вы говорите, кто вы, то очевидным образом вы должны и обозначать своего противника, причем, понятное дело, опять же, в том числе в виде памфлетов, таким вот образом его несколько карикатуризировать, что называется, да, вот это вот, снова идет эта эссенциализация, то есть вот они такие, они все такие, они либо недоцивилизованные, либо перецивилизованные, там, Петром Первым нужно было как-то это мягче делать, а не то ли... Или долет, или перелет. Да, совершенно верно. На вот попадание точного. И поэтому эта книга так пришлась, кстати, именно в 20 веке, то есть вот эта вот мифология или сатирическая публицистика, вот этот вот жанр, в котором Кистина написала свою работу... Сатирическая, вот это чувствуется, да, вот едкость такая есть, и в стиле, не только в описании картина. Мне кажется, она даже какая-то злобная такая сатира. В русском переводе чувствуется сатира. Я не читал французский, поэтому спрашиваю у людей следующих. это доброе как-то, ну или по крайней мере так, а у него же это вот постоянно как бы такие... Жалочные, да, есть жалочные. Постоянные слова, маркеры, которые через книгу всю проходят. Допустим, вот Россия, да, это Азия, да, это другой мир, это антимир, это антибытие, это такой ледяной какой-то ад. То есть холод, да, вечный, это же тоже символ России. При том, что если мы почитаем Кюстина, он прибыл летом, да, июнь месяц, и он пишет, везде африканская жара, но при этом постоянно о ледяном холоде, вот просто именно какой-то инфернальный такой холод его угнетает. И поэтому он же сам, конечно, понимал, что ему могут адресовать упреки, что он пробыл всего несколько месяцев, причем он там специально путает читателя, сколько месяцев он пробыл, вот эти все даты приезда, отъезда, и он пишет, что да, я многого не знал, но я о многом догадался. То есть он догадался, да. Не знаю языка он, по выражению лиц. И не общаясь, да, особо ни с кем, общаясь только с придворными, посетил 4-5 городов, Москва, Ярославль, Нижний, Петербург, ну, Владимир был. Но, на мой взгляд, Кюстин как-то и не пытался узнать вот Россию, и он потому что на самом деле свои выводы уже сделал, как говорил князь Вяземский. Петр Андреевич Вяземский. Князь, государственный деятель, поэт, литературный критик, журналист, историк. Близкий друг Александра Сергеевича Пушкина. Во время приезда Астольфа де Кюстина в Россию вице-директор Департамента внешней торговли Министерства финансов. Каковы его главные выводы? Что все в России пьяны от рабства. То есть рабство – это, опять-таки, тоже вот главный такой признак России, то есть есть во главе император, а все остальные рабы, и вот у каждого есть свои рабы. И Станислав как раз вот, да, очень верно отметил о том, что увидит иностранный путешественник только то, что ему позволят увидеть. Потому что, как там другие писали, французские путешественники, к вам тут же представят фельдъегеря, конечно, с целью, чтобы он вам все показал, рассказал, и как лучше объяснил, но он вам покажет только то, что вот нужно увидеть, лучший способ от него отделаться – это хорошенько его напоить, и тогда уже вот в таком состоянии вы сможете увидеть что-то еще другое. А что мы знаем, пробовал ли славный маркиз кого-то подпоить? Он как-то вот беседы такие мог вести? Вот он обо... Другие пишут, да, он об этом как-то не пишет. Он пытался войти в какой-то такой контакт с помощью алкогольного посредника? Нет, он как-то вот с такими обычными людьми то и не пытался даже общаться, потому что сфера его общения – это придворное общество, это аристократия, это элита. Общался он только, ну, как бы, с себе подобными, скажем, да, в социальной. Да, потому что, мне кажется, что здесь как раз он действует, как вот писал блестящий Федор Михайлович Достоевский в своих статьях вот начала 60-х годов, который писал о том, что вот французы, они такие особые путешественники, они никогда ни за что никого не благодарят, не потому, что они неблагодарны, а потому что они думают, что все им обязаны просто по факту того, что они приехали и осчастливили своим присутствием и уже сделали хоть чуть жизнь, но лучше. И он пишет, что француз, пожалуй, еще в Париже напишет свою работу о России, продаст ее книгопродавцу, и потом прибудет в Россию для того, чтобы блеснуть, пленить и улететь. Вот мне кажется, это как раз очень характерная черта. И он как раз пишет, что, ну да, мы знаем все эти путешествия, которые длились даже целых 28 дней. То есть тут явный такой намек на книгу Кистины, что 28 дней – это срок немалый, за него же можно не только изучить и объехать всю Россию, но кругосветные путешествия совершить. И пишет как раз, что все эти маркизы, вернее, виконты, особенно маркизы, то есть опять-таки он к нему апеллирует, и пишет, что там француз напишет какую-нибудь пьесу или роман под названием, конечно, Петруша, который прекрасно иллюстрирует как быт России, так и быт Сандвичевых островов. То есть вот эта традиция, она уже именно просто традицией такая восприятие, некие мифы, стереотипы, и будет из книги в книгу транслироваться, но на Кистины отныне будут ссылаться абсолютно все. При этом я бы сказал, что вот круг его общения внутри России, да, высшей классы, все-таки здесь тоже не нужно сбрасывать от счетов люди, которые получили европейское образование, которое смотрит в том числе на массы еще тогда крепостных своих соотечественников, ну, с понятными чувствами, да, они всегда приятными. И здесь, конечно же, идея такая, образованные русские смотрят на русскую жизнь и находят ее неприятной, и не французской, и не парижской. Она вполне, мне кажется, здесь, они нашли общий язык с Докюстином, то есть здесь тоже нельзя сказать, что его все идеи, они исключительно шли от поляков или от каких-то вот совсем таких вот западных. Конечно, это получало полное подтверждение в общении с российской элитой, да. Конечно. Один язык, одно воспитание, взгляды, симпатии, и даже культурные ориентиры. Все понятно. Да, ну или как тот же Герцен, который скажет, что книга Кистины – это лучшая работа России. Ну, хотя, опять-таки, а вот Вяземский тоже, казалось бы, аристократ, и тоже не выездной, только в 1939 году оказавшийся во Франции, правда, разочаровавшийся во Франции, говорил, когда вот проезжал через Страсбург, что, боже мой, я не вижу в Франции какая-то сплошная Тамбовская губерния. Да. Ну, его это… Это наш ответ Кюстина. Да. А, кстати, вы знаете, наш ответ Кюстина мог бы выйти из-под педра Анаре де Бальзака. Анаре де Бальзак – французский писатель, журналист, теоретик и практик реализма в европейской литературе, автор знаменитой человеческой комедии, многотомной серии произведений, которые описывают картину нравов Франции того времени. Имел многолетний роман, завершившийся браком, с русской подданной и польской помещицей Эвелиной Ганской. Прибыл в Россию после публикации книги Кюстины. Вот в 43-м году она вышла, и он тут же прибывает в Россию по своим вот делам, Эвелина Ганская, и он даже ехал с мыслью написать некую книгу о России. И, кстати, русские дипломаты, они же, когда он пришел в Париж визировать паспорт, Николай Дмитриевич Киселев, наш дипломат, он как раз написал в Петербург, что вот господин де Бальзак вот пришел, и так еще смешно его описал, собирается Петербург. Вот мы можем использовать его талант. Но, во-первых, власти наши примут какую-то позицию Несельрода и Николая, что надо на все это взирать с ледяным равнодушием. Потому что какие-то опровержения никого ни в чем не убеждали. Вот что бы мы ни написали, нам и поверят. Греч писал, да? Кто-то не писал. Греч писал, Лабенский, там кто только не писал. И вот как раз Вяземский тоже написал, но не опубликовал. Потому что, как он напишет, французы верят только своим газетам и своему кюре. И все. Он приводит на пример, когда в эпидемии холеры и она уже пошла на спад, а вот его гувернер, воспитатель его детей все бегал с монитором и кричал, что, боже мой, мы погибаем. Вот монитор пишет, что все плохо и страшно, и каждый день огромное количество смертей. И Вяземский пытался убедить, что ведь это же задержка. Пока информация в Париж, пока обратно. А тот не верил и говорил, нет, ваши газеты пишут неправду, только французские газеты пишут правду. А Бальзак, он просто был встречен вот ледяным холодом, действительно таким инфернальным. Ну, потому что столичное общество обожглось на приеме Кюстина, и поэтому Бальзаку уже вот как-то так, не то что не поручили ничего написать, хотя он же мог тоже, обидевшись, написать много чего нехорошего, но он как-то нет, ну, ограничился там какими-то репликами про Николая. Ну, как французская традиция, да, которую мы отлично обсудили, но все-таки были и те, кого можно назвать, ну, так, по-нашему русофилы, то же самое Леруа Балье. Анри, Жан-Батист, Анатоль, Леруа Балье. Французский публицист, историк. С 1872 по 1881 год совершил четыре путешествия в Россию и в результате создал всесторонние исследования ее государственного и общественного строя. Книги Леруа Балье стали весомым вкладом в развитие славяно-фильского направления в европейской литературе. Мне кажется, Леруа Балье чем интересен? Если вот Кюстин и прочие, они уже часто транслировали просто вот эти мифы, да, вот дикие варвары, неспособные к цивилизации, а Леруа Балье, он пытается объяснить, почему мы дикие, варвары и малоспособные к цивилизации. Он как раз говорит, вот как раз монгольское нашествие и иго, что вот именно до него Россия, в принципе, Русь развивалась вот так же, как и Европа, но иго, оно не просто затормозило развитие России и отбросило ее назад. Получилось так, что у русских, помимо климата вот этого инфернального, такая же и история, и у них силы ушли все на борьбу, вот сначала с татарами или монголами, да, потом с поляками, со шведами, в общем, русские со всеми боролись, и все силы у них ушли просто на физическое выживание. И поэтому на культуру, на духовность, на цивилизацию у них и сил не хватило. И вот поэтому мы такие. Еще из русофилов, примерно того периода, конечно, Жозеф де Местер вспоминается в контексте вот иной интерпретации Российской империи. Вы думаете, что все-таки русофил? Ну, скажем так. Потому что книжка «Драфы обычаи русских», как она называлась, она такая едкая очень. Все-таки, ну, если вот сравнивать... Наши системы ценностей, он ближе туда. Да, наши системы ценностей. И опять же, то все-таки зависит от времени, потому что, я думаю, если брать родословную Докестина, что если бы он или его предки во времена террора революционного оказались бы в Российской империи, они бы ее воспринимали как как раз продолжение ансиэн-режим, то есть они бы воспринимали как удерживающего, да, катехан, если брать православную традицию. То есть, на самом деле, здесь ведь важен вот этот контекст. А поскольку в 1939 году все-таки во Франции была, ну, наверное, сейчас мы бы это назвали, неустойчивая демократия, какая-никакая, но неустойчивая такая демократия в стране. И понятно, что здесь человек, который эту демократию критикует, так как это делал Декюстин, пытаясь найти что-то, чтобы было более устойчивым, что называется, понятно, что он вполне мог, я, конечно, не знаю настоящую мотивацию, но он вполне мог попытаться или изначально, может быть, была идея действительно найти в Российской империи вот ту самую утерянную, утерянную Францию, если угодно, до революционных событий. И, возможно, вот действительно что-то на него повлияло как-то и личные мотивы, и в том числе общение, как сказать, с вами визави в России, что он увидел, что, может быть, с точки зрения именно представления его там о свободе слова, о правах человека и так далее, все-таки Российская империя того периода, это не на то государство, на которое следует ориентироваться там французам, которые критикуют свою собственную политическую реальность. Ну, кстати, поэтому его книга была воспринята во Франции вот с некой такой настороженностью, когда она вышла. Ну, во-первых, большой перерыв, да, вот 1939 год путешествия, только в 1943 году она появилась. Тот же Арлен Кур, он вот путешествовал, и тут же в 1943 году как раз появилась его книга. Он в 1942 только путешествие совершил. То есть как раз, может быть, тот самый пример, когда он уже написал свое произведение «Париж и полярная звезда». И, кстати, когда он вот так на балу в Петергофе разговаривал с Александрой Федоровной, с императрицей, она его спросила, а как вы вот книгу пишете? Он говорит, да, я уже первый том написал. То есть он всего несколько месяцев в России, там, может, пару месяцев уже первый том написал. Но, правда, если посмотреть этот праздник в Петергофе, который описывает Арлен Кур и Кюстин, как будто абсолютно два разных места. Потому что, на самом деле, если у Кюстина прежде всего этот праздник для того, чтобы показать, что все рабы, не потому туда крестьян допускают, чтобы показать, что и они тоже. А нет, просто все рабы. И ты вот первый дворянин, и крестьянин обычный, вы все рабы. У Арлен Кур как будто другая совершенно история. То же самое, если сравнить их путешествие из Петербурга в Москву. У Кюстина взгляд очень близкий с Радищевым. Вот как будто прям вот один в один, хотя дорога уже другая. А вот у Арлен Кура взгляд близок к Александру Сергеевичу Пушкину, который только в обратном направлении совершал это путешествие. Я понимаю, что эта тема, связанная с Де Кюстином, каким-то образом вообще бесконечна. Именно так. И никогда мы не закончим читать и перечитывать Астольфа Де Кустина. Потому что, ну, а куда деваться? Очень странная книжка и какая-то очень странная судьба у этой книжки в нашей общей, какой-то истории. Вот. А если бы вам, как вот магия, да, телевидение и так далее, вот предложили сказать несколько слов лично Маркизу Де Кюстину. Ну, так на прощание, да? Не пугайтесь, это просто магия, ничего страшного. Вот что бы вы ему высказали? Благодарность или что-то еще? Вот с кем мы солидаризуемся? С Уваровым или с Фонензе? Вы знаете, вот я как раз не договорила французам, мы не поверили, потому что слишком такая быстрая метаморфоза произошла из-за вот такого вроде бы как сторонника самодержавия российской действительности и вдруг вернулся убежденным сторонником режима Луи Филиппа. Французы ему не поверили. Ну, это для них, для французов, а вот для нас. Вот я бы ему сказала вот так вот, что уважаемый маркиз Астольф де Кюстин, вот зачем вы это написали? Я, например, если честно, не люблю читать эту книгу, потому что мне от нее как-то плохо на каком-то физическом уровне становится, особенно когда почитать... А вы считаете по-французски или по-русски? Ну, я, если честно, читаю по-русски. Вот последний перевод, который был сделан, еще полный перевод Веры Мильчиной. Да, я с повадкой, по-моему. Да, да, да. Я просто так фрагментами как бы могла смотреть по-французски, но поскольку у нас есть хороший, качественный русский перевод, как-то наша традиция вот так располагает. Ну, просто как человек, читающий по-русски, да, и без сомнения по-французски или наоборот, да, вы можете понять разницу. Все-таки стиль кюстиновский вот в русском переводе он смягчен, сглажен. То есть мы вот читаем в русском хорошем переводе вот того самого Астольфа де Кюстина, который писал по-французски? Да. Или это какая-то русская адаптация, так или иначе? Нет, он очень хороший перевод, я иногда, там у нас же много тоже переводов есть, думаю, что я бы иногда вот это так перевела, здесь бы я немножко иначе, но мне кажется, дело даже не в переводе, потому что как раз вот те издания, которые были предыдущие, и не только в России, а в других странах, они же часто именно короткие, с купюрами, а это полное издание, которому можно вполне вот доверять и читать его. Но мне просто, например, я не очень понимаю, когда говорят, что вот зря вот так о Кюстине, он же много сказал хорошего о России, но если посмотреть, что у него через строчку вот это вот варварство, самодержавие, дикость, лагерь, Петербург, это вот, я просто этого не понимаю, вот я еду через неделю на конференцию в блестящий Петербург, и я читаю, это гранитный лагерь, то есть вот у него это постоянно присутствует. И выводы, то есть краткое такое содержание, но у него не краткие, выводы у него очень объемные, и он там пишет, что читатель должен вынести о России. Ну и вот, опять-таки, не строчки, то есть деспотизм, самодержавие, Вы, человек, знакомый с Декюстином и по-русски, и по-французски, особенно благодарить его не собираетесь. Я бы просто попыталась понять, вот зачем он это сделал. Отличный вопрос. Зачем? Танислав, ваше, не знаю, что, но обращенное к Декюстину. Да, ну, я читал только русский перевод, и мне кажется, он достаточно вкусно написан, то есть даже безотносительно того, что можно по-разному трактовать все те обстоятельства, которые описывает автор. Что касается непосредственно обращения к Декюстину и, наверное, к его последователям, вообще, к людям, которые занимаются Россией. Да, у нас есть и последователи. Как мы выявили, это с самого начала нашего. Да, совершенно верно. То есть люди, которые смотрят на Россию со стороны, в том числе с критической позиции. На мой взгляд, такой совет общий, наверное, академический в том числе, это на Россию смотреть нужно не только сравнивая ее с нынешними развитыми западными демократиями, но сравнивать Россию с Россией. То есть Россия века 21-го, с Россией века 20-го, с Россией века 19-го и так далее. И смотреть, что на самом деле прогресс именно в ту сторону, в которую идет, собственно, развитый мир, он присутствует. И если брать в динамике Россию, то Россия идет в том направлении, которое как раз-таки дает большей степени свободы, больше комфорта, больше свободы слова и так далее. И в этом смысле нужно на Россию смотреть даже через вот эту призму критическую, с оптимизмом, потому что направление генеральное, оно достаточно понятно. Ну и в этом отношении, наверное, Кюстин заложил традицию вот этого интереса к России, потому что многие потом будут хотеть повторить его успех, перещеголять или написать опровержение. А это же всегда способствовало изучению, вот в данном случае, России, нашей страны. Ну и опять-таки, это, мне кажется, тоже такой пример, что все-таки надо изучать историю не через мифы, потому что Кюстин — это миф, он сам его транслировал. Как писал Вяземский, людям нравятся сказки, почему эта книга была так востребована и популярна. Просто люди читали эти сказки, страшные сказки, и это опять людям нравится. А вот как раз научиться изучать историю не через мифы, ну или не только через мифы. Миф, понятно, история в основном — это мифотворчество. А вот попытаться понять, почему это было сделано, и где здесь миф, а где реальность. По-моему, замечательный у нас вывод напрашивается в конце, что «Де Кюстина» и его «Россия в 1839 году» — это такая не очень приятная, довольно страшная сказка, которую надо прочтить в детстве, чтобы потом все-таки понять, что же это на самом деле. То есть своевременно. И это, как вы очень хорошо сказали, Станислав, да, и еще и обращение к последователям Астольфа «Де Кюстина». Спасибо. 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 И смотрите программу «Эстриад». «Эстриад»